Это что, база от Тамары Эйдельман пошла? Не верю. Я, наверное, говорю ужасную вещь, и сейчас во всех республиках бывшего СССР меня... Давай, Тамара, скажи. У меня совершенно другая позиция по этому вопросу. Я, наверное, скажу какую-то ужасную вещь, и люди в других республиках меня не поймут. Тамара, ну давай. Я возненавидит, что мне будет очень печально. Но я бы хотела с ними сделать... Позови её на стрим. Кажется, я сказал, что я не просто звал, я платил деньги, и она отказалась от моих денег, назвав меня грёбаным фашистом. Может быть, действительно нужна какая-то совершенно новая форма объединения? Новая форма объединения? То есть федерация, которая... Нет, я говорю о совершенно другой форме объединения. Вы не понимаете, меня могут не понять, но я хочу... Так, Тамара, не съезжай с тем, мы хотим узнать, что за новую форму объединения вы предлагаете. Тамара, вы съехали с тем... Нет, мы не можем закончить наш обзор без иронии над Тамарой Эйдельман. Кстати, я с Тамарой Эйдельман, пожалуй, почти что хожу парой. Знаете, была такая поговорка, мы с Тамарой ходим парой. И Тамара Эйдельман, так уж получилось, знает о нашем существовании, и она заклеймила наш канал фашистским. Давайте же отплатим ей добром и посмотрим на интервью Тамары Эйдельман. Только самых сочных моментов. Кровавая империя, которая всех угнетает, да простят меня все. Мне интересно, а почему так? Империя всех угнетает. Мне интересно, я нормис, почему все так? Знаете, лицо просто откровенного нормиса. Если существует NPC с дефолтными мыльными текстурками, то это вот он. Весь поздний сталинизм построен на великорусском шовинизме. Это бомба из-за медленного действия. Желание какой-то небольшой группы крайних националистов? Крайних националистов? Нет, ну это надо обязательно спросить. Были ли колонизированы национальные республики России? О, пошла, ну давайте, давайте. Анастас Татарстана? Вот. И поэтому мне вот интересен сам момент. А в какой период эта колонизация началась? То есть, то, что колонизация началась, уже не вопрос. Другой вопрос, когда колонизация началась. Можно ли это называть, не знаю, 16 века, когда Иван Грозный захватывал, собственно, все в Поволжье и далее? Ну, знаете, с одной стороны, если мы говорим, вот даже если мы отойдем от слова колонизация, говорим о формировании такого многоэтнического государства постепенно. то это начиналось с самого начала. С самого начала. Рюрик, да? Славяне распространялись. Все понятно. Ну, что касается многоэтнического, то вообще-то, ну, началось с самого начала. То есть, мы были цисгендерными, мизогинными, спермобаками, токсиками с самого начала. Вот со времен еще расселения славян. Они были многонациональной страной. Да. Расселялись на восточноевропейское равнение рядом с финоуграми, с балтами и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы говорим, ну, вот про захваты, то здесь очень интересная вещь, которую давно заметили историки. Российская империя формально возникла в 1721 году, когда Петра провозгласили императором. Но совершенно ясно, что Иван Грозный, когда начал завоевание Поволжья, это уже шло формирование империи. Мало того, можно сказать по-другому, что когда за несколько десятилетий до этого возникла идея, что Москва – Третий Рим, то это ведь тоже имперская идея. Что такое Рим? Да, это империя. Второй Рим был в Византии, да, скорее всего. Конечно, и русский царь православный, ну, тут не столько что речь о Поволжье, сколько о всех православных землях. Русский царь должен быть покровителем, а это что такое покровительство, тут тоже надо. Всех православных, это потом проявится в 17 веке в отношениях с казаками украинскими. Все-таки сам вот этот процесс, вы бы как назвали правильнее? Это очень сложный вопрос, потому что, видите, вот с одной стороны, так язык прямо поворачивается, сказать, оккупация. Но это не совсем правильно, потому что, да, захватывали, но вели себя очень по-разному. Я когда-то была координатором очень интересного такого международного проекта под эгидой Европейской ассоциации учителей истории Евроклио. И мы создавали учебное пособие, которое называлось «Мозаика культур. Преподавание истории в поликультурном обществе». Но оно было невероятно новаторским, все, кто с ним работали, были в восторге, но почему-то, скажем, издательство просвещения не захотело его печатать. И у нас там были разные, истории разных регионов. Вот история западных земель, история Поволжья была и много всего другого. И очень хорошо видно, как, с одной стороны, вот там захватили Поволжье, и есть тенденция насильственного крещения, вот такая. Но она была не всегда, а бывало, во-первых, очень, бывали мирные периоды, их было много. И очень важно то, что элита этих захваченных территорий вписывалась в российскую элиту. Ну, князья Юсубова те же самые. Например, конечно, вот там татарская элита, безусловно, грузинская элита, безусловно. Вот это все-таки, знаете, при оккупации, трудно себе представить, чтобы местная элита сохраняла свои позиции. То есть это что-то все-таки более сложное, наверное. Наверное, в итоге колонизация это более... Не ожидал услышать такое от Тамары Идельман. Жду, когда я разочаруюсь. Такой аккуратный термин. Вы сказали, что везде это происходило по-разному. Я лично помню, что нам на уроках истории, когда про 1552 год, взятие Казани Иваном Грозным, рассказывали, что лужи крови текли, просто вот вся Волга, Казанка, там еще местная река, фактически окрасилась в бурый цвет и так далее и тому подобное. Все-таки больше было того, что я привел в пример, как в Татарстане, тогда было Казанское ханство, или все-таки, как есть, например, Республики Кавказа, которые сами сказали, ну да, мы готовы. Ну, понимаете, сколько должно быть крови, чтобы воды Казанки окрасились в бурый цвет? Это нереально. Этого не было. Ну, естественно, было много жертв при взятии Казани, ну, при любом завоевании. Вопрос, как строилось дальше, как строились дальше отношения. И это действительно было очень по-разному. И с тем же по Волжьям, не будем современные употреблять понятия. И вы совершенно верно сказали про Кавказ, потому что у нас очень часто такой стереотип, Кавказская война. Что такое Кавказ? Это война. Всегда воевали. Во-первых, не всегда. Во-вторых, скажем, территория, которую контролировал Шамиль, если посмотреть на карте, это маленькая часть территории Кавказа. В-третьих, везде были очень разные факторы. Кто-то хотел, кто-то не хотел. Кто-то из наблюдательных зрителей заметил, что этот нормис, который говорит с Тамарой Эйдельман, не надел на дискуссию носки. Но я, друзья мои, объясню. Он надел. Просто вы не видите, где. Тоже начали вести свои раскопки и говорят, а мы, может быть, даже еще и старше, и Москвы, и Казани ваши, и в общем, и так далее, и тому подобное. То есть вот не с того момента, как будто бы отмечается образование какой-то государственности. Понимаете, это тоже проявление, на самом деле, что бы ни думали все вот эти вот люди, которые в национальных разных областях, республиках что-то пишут и говорят, они действуют в имперской парадигме, по крайней мере, Российской империи. То есть история государства российского. А мы противопоставим историю государства татарского, башкирского и все такое прочее. Это что, база от Тамары Эйдельман пошла? Не верю. Но мне приятно. Когда я делала лекцию про Поволжье, мне было очень важно, чтобы это была лекция не только про Волжскую Булгарию или Хазар, а вот про людей, которые там жили. Вот там жили финоугры, у которых не было государства очень долго. И часто их Владимир Владимирович тоже там подгребает к себе. Но у них была своя мифология невероятно интересная, свой образ жизни. Это все повлияло потом на славяна, это проявляется до сих пор в русской культуре, и не только в русской, в финской, в других. Интересно говорить про людей, которые жили. Про государство тоже интересно, но не надо все к этому сводить. Ну, для нации все-таки вот... Когда приходит вот это ощущение национального сознания с понятием государства? Империя была создана уже на совершенно других основаниях. В Российской империи дореволюционной не было никаких национальных объединений. Никому не приходило в голову создавать там татарскую губернию, грузинскую. Все абсолютно по другому принципу все делилось. Вот эти вот объединения... Почему сейчас отмечают все эти автономы? Это все создали большевики. Тем самым они подвели мину... Ну, в общем, под свой союз, потому что... Тамара. Тамара, Тамара, Тамара. И что это с Владимиром Владимировичем вы не поделили, а? Они как бы подвели мину под Советский Союз, Тамара. Но я знаю, что Тамара Эйдельман это прожженная леволибералка, сторонница СЖВ и всякого прочего. Но в некоторых конкретных высказываниях на этой лекции она бывает какой-то не такой. Как Максим Кац про Кавказскую Чеченскую войну. Бывает проблески. Ну, давайте... Она скоро должна пробиться все-таки. Баланс между координирующим центром и уважением ко всем территориям. Но это очень трудно. В такой институциях российских республик записано почти у всех. Там так-то-так-то, Татарстан, Башкортостан, Якутия, тире. Это государство, входящее в состав Российской Федерации на основании таких-то, таких-то документов. Там, например, у Казани с Москвой был отдельный документ о разграничении полномочий, заключенных между Шаймиевым и Ельциным и так далее и тому подобное. При этом в России есть автономные области, просто области, автономные края, просто края города федерального значения. Почему так все сложно? Ну, потому что действительно, знаете, как я понимаю, я не такой большой специалист в этом национальном строительстве, но была идея действительно, мы понимаем весь уровень правдивости, это идея разным народам дать возможность проявиться и так далее. И с одной стороны, это очень важная и правильная идея, опять же, смотря как она исполнялась. Но в то же время здесь есть какой-то такой, мне кажется, тупиковая линия развития, потому что сколько можно дальше дробиться? Да? Вот когда начал, это было хорошо видно. Тамара, я тебя не узнаю. Тамара, это просто... Может быть, Тамара Эйдельман становится нашей, кто знает. Я начинаю любить эту женщину, пусть она и называет нас откровенными фашистами, но эта риторика ей близка, она делает ее красивше, согласитесь. Видно на более высоком уровне административном, когда Советский Союз начал распадаться, и вдруг оказалось, что какие-то республики имеют право создать свои государства, потому что они были союзными республиками. А там, скажем, Абхазия, Осетия, еще там масса всех, они нет, потому что они автономные были. А гагаузы бедные в Молдове, когда Молдова отделилась, и тут с одной стороны гагаузы, с другой стороны Приднестровье, а мы тоже хотим. И так вообще-то можно дробиться до бесконечности. И действительно, а почему они? Потому что большевики решили, что эти союзные, а эти автономные. Но как тогда все это решить? Вот у меня ощущение, что должно быть какое-то что-то совершенно, я, наверное, говорю ужасную вещь, и сейчас во всех республиках бывшего СССР меня... Давай, Тамара, скажи, у меня совершенно другая позиция по этому вопросу. Я, наверное, скажу какую-то ужасную вещь, и люди в других республиках меня не поймут. Вот, Тамара, ну давай, как вы думаете, что Тамара сейчас скажет? Пока вы не знаете, пока мы не знаем, что... Я, конечно, другого мнения, мне кажется, все-все республики бывшего Советского Союза, все-все-все, но они могут не поддержать. Ну давайте, что, как вы думаете, она сделает? Что? Мое мнение? Мое мнение по поводу всех этих многосложных республик? Я, конечно, могу быть немного непонятной. Позови ее на стрим. Друзья мои, кажется, я сказал, что я не просто звал, я платил деньги, и она отказалась от моих денег, назвав меня гребаным фашистом. Кажется, я правильно вам уже это сказал, и у кого уши отсохли, повторять не буду. Еще раз давайте на смехе. Возвратимся к нашему моменту юмора. Некоторые могут меня не понять на пространствах бывшего СССР, но если честно, все советские республики должны были остаться, наверное. Дальше, дальше давайте. Предлагаю, ну что я один тут работаю? В конце концов, сегодня ведь нет никакой окупаемости. Веселее будьте, иначе расстрелы начнутся. Веселее? Я сказал веселее. 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 Итак, надо было всех загеницать. Хорошо. Возненавидят, что мне будет очень печально. Но я бы хотела с ними сделать... Потому что я, безусловно, уважаю их независимость, нерушимость их границ и так далее. Но может быть действительно нужна какая-то совершенно новая форма объединения. То есть федерация, которую пытался... Новая форма объединения. То есть федерация, которая... Нет, я говорю о совершенно другой форме объединения. Вы не понимаете, меня могут не понять, но я хочу выступить за альтернативную форму объединения. То есть вы говорите про... Так, пукс-реник, пукс-реник, пукс-реник. ...строить Ельцин в 90-е, и которую трансформировал, да, назовем мягко так, Путин. Это вообще не федерация. Это все-таки какой строй мог бы быть, потому что... Ну, на бумаге, да, федерация. Но, по сути, все налоги с добычей полезных ископаемых из российских регионов и якутские алмазы за добычу их, все должно отправляться в Москву, а Москва потом должна, значит, ровным слоем каким-то образом распределять. Размазывать. А распределить она не может, потому что, там, например, Татарстан говорит, мы столько вам нефти закачали и столько налогов заплатили, мы сейчас придумаем для себя универсиаду, проведем ее, а вы нам должны мосты за это построить и эстакады. И это какое-то постоянное кручение в каком-то колесе, кто кого обманет, мягко скажем. Конечно. Ну, во-первых, да, и слово обманет здесь ключевое. Во-первых, надо, чтобы договаривающиеся стороны были демократичными, честными друг к другу. Это первое условие, без которого вообще ничего не будет. Так, Тамара, не съезжай с темы, мы хотим узнать, что за новую форму объединения вы предлагаете. Во-вторых, совершенно верно. Тамара, вы съехали с темы, мы все алчим знать, какую новую форму объединения вы хотите. Конечно, все равно централизация осталась и остается очень большой. И вопрос о налогах очень актуальный. Я вот так понимаю, что, например, проблема между Каталонией и Испанией, что бы там они ни говорили про каталонский язык и все такое прочее. Все, кто хочет, говорят по-каталонски, читают там школы, ради бога. А вот вопрос перераспределения налогов, это то, что... Тамара, не съезжайте с темы, какую новую форму объединения у нас же дымится, мы течем, дайте уже эту форму. Что, наверное, испанцам придется в конце концов согласиться. И в России, особенно в России, где такой контраст между Москвой, Петербургом и другими территориями, это, конечно, должно быть все совершенно изменено. Вот здесь, безусловно, должен быть огромный переход к регионам. Но помимо этого, я так как учитель думаю еще о другом, что помимо вот этой государственной политики, конечно, должна быть совершенно другая политика, другое отношение формироваться. Знаете, когда-то мой сын поехал на Байкал, я им проводила экскурсию, девочка, и сказала, люди, то есть русские, появились на Байкале в 17 веке. Вот такого не должно быть. Как скучно. Я надеялся на какую-то... интересную все-таки дискуссию. ...национальные республики российские, но то, что мы видим, например, на примере Кыргызстана, Таджикистана и других центрально-азиатских республик, там такая дележка территорий была в советские годы, нарезка этих территорий, что сейчас это просто постоянные конфликты приграничных территорий. Да, конечно. Здесь вот надо сказать, что Советская империя совершенно не отличается от английской, французской. Вот если посмотреть на карту Африки, то очень хорошо видно, как прям по линейке проводили границы. И, ну, не знаю, там в Нигерии провели границу, и двухмиллионный народ оказался с одной стороны границей, с другой. Это вообще... Никто про это вообще не думал. И точно так же здесь, конечно. Когда проводили границ... Это очень странная вещь, потому что, с одной стороны, они все время играли на этой национальной карте, национально-освободительные движения, право нации на самоопределение. Но границы... Армения, Азербайджан, Средняя Азия, там Грузия, Россия, и там Абхазия, Осетия. Вот провели, как им вообще в голову пришло. В 20-е годы, там у них первая была перепись или что-то, или перед созданием... Я уже забыла, да, наверное, перепись. Был составлен список национальностей, существующих в Советском Союзе. То есть можно было записываться вот такими-то национальностями. А куча национальностей, например, на Кавказе, где их там сотни, они просто не попали. Поэтому их всех скопом записали каких-нибудь сванов, записали в грузины. Ну, они, в общем, и есть грузины. А могли бы записать, была бы отдельная сванская национальность, может, они бы сейчас там требовали какую-нибудь сванскую республику. Это очень такое искусственное конструирование и границ, и языковой принадлежности. И здесь я даже не могу по-настоящему... Я люблю в чем-то обвинить большевиков, но в данном случае мне даже трудно их по-настоящему обвинить. Я так понимаю, что они вообще не считали это важным. Они думали, что скоро будем жить без России, без Латвии, единым человеческим общежитием. Это мы сейчас это используем, а потом будет у нас сплошная дружба народов. Ну и вот результаты, конечно, сегодня расплачиваются за это совсем другие люди. Это правда. Редко когда я могу похвалить мнение Тамары Эйдельман по какому-нибудь вопросу.